Баския татуировка Я уже слышу ваши возмущенные возгласы Естественно, это шутка Но это шутка, основанная на личном опыте Исторически так сложилось Что изначально в профессии татуировщика Было больше мужчин Таких идейных и брутальных Знаете, вот это вот стереотипное С бородами, волосатые Либо дрещавые и пьяные Когда я начинала, мне было 17 И на просторах нашей необъятной родины Девушек-татуировщиц практически не наблюдалось Может быть парочка была Но они были постарше меня В основном это были как раз таки брутальные Идейные мужчины, как я уже говорила ранее И естественно, для меня было просто нереально Стать для них братюней Я думаю, вам не надо объяснять Почему какая-то маленькая девочка В каком-то тату-салоне Что ты тут делаешь Иди отсюда, у нас нет мелочи Даже обычные клиенты Когда я уже стала мастером с большим опытом Вы даже себе представить не можете Какое количество раз говорили мне Ой, а что вы мастер, да? А мужчина вот у вас там ходит Можно мне мужчину? Ой, а можно мне посерьезней мастера? А то вот, ну как-то, я не знаю, что мне эта девочка может сделать Я вот хочу серьезную татуировку А это вот, ну так, типа, там Пусть делает надписи И помимо этого прилетала еще огромная куча Таких же стереотипных фразочек Тут я вспомнила историю про Жигана Я снималась в клипе С Моки Мо, Джиган и диджей кто-то Ник Уан И они меня вырезали из клипа Потому что я не похожа на тату-мастера Потому что он должен быть мужчиной Но в последнее время Не скажу за весь мир Но в России я все чаще слышу Ой, так хорошо, что вы девушка Я бы никогда в жизни не пошла к мужчине Девушки, они аккуратнее Делают более тонкие линии И вообще лучше следят за стерильностью И вообще все такие чистенькие, опрятненькие И вообще я не хочу, чтобы меня стремный мужик лапал Это такие другие мужчины говорят И вообще тату-общественность России Все больше говорит о том, что женщин-татуировщиц У нас гораздо больше, чем мужчин Как раньше все были фотографами, дизайнерами, моделями Сейчас все татуировщики Да, узнаете свои слова? Поэтому давайте уже разбираться Кто же бьет лучше Естественно, все очень индивидуально И вы можете обладать как мужскими, так и женскими качествами Несмотря на пол и так далее Но есть какая-то такая общая концепция Я люблю хронологический порядок Поэтому мы зайдем издалека Почему раньше было такое преобладающее количество мастеров-мужчин? Все просто Дело в оборудовании Про электрическое оборудование, не про палки говорю Под палками я подразумеваю ручные техники нанесения татуировками Дело в том, что раньше, совсем раньше, тысячелетия назад Профессия тату-мастера считала женской профессией Потому что женщина-проводник энергии и так далее Об этом будет отдельный выпуск на канале Сейчас будем начинать с тех времен, когда появилось электричество С начала 20 века И, соответственно, электрическое тату-оборудование Появились первые машинки Первая в мире тату-машинка с электромагнитным приводом Была изобретена татуировщиком из Нью-Йорка Сэмюэлем О'Райли Он взял за основу изобретенное в 1876 году электрическое перо Для копирования документов Томаса Эдисона Пневматическая трафаретная ручка пробивала отверстие А на полученный трафарет валиком наносилась краска О'Райли оснастил исходный механизм контейнером для краски Стал применять спаянные пучки игл И в 1891 году получил патент Итак, вспомним конец 19-го, начало 20-го века Что могла женщина? Что ей разрешалось? Рожать, там что готовить Если у тебя были служанки, управлять служанками Вряд ли ей давали подступ, так сказать, к собиранию тату-оборудования Даже если были единицы какие-то отчаянных женщин Их быстренько прогибали И поверьте мне, к 90-м годам мало что изменилось До их 2000-м и к 2010-м Естественно, все эти тусовки татуировщиков Они были такие полуподвальные Какие-то брутальные С ромчиком Можно было собирать машинки Исключительно покуривая сигару Если ты зажиточный татуировщик Если ты не зажиточный, то по пирку Значит, пьешь, паяешь, собираешь Ну и какие женщины? Женщины, наверное, так их приглашали просто посидеть рядом К сожалению, к сожалению, к сожалению Поясню, зачем нужны были эти сборища Для того, чтобы научиться менять пружину на тату-машинке Эти знания можно было получить только исключительно от брата к брату Потому что интернета толком не было Никаких форумов только не было И лично я там в 2004 году справлялась только тем, что я сбегала ночью из дома Сидела в интернет-кафе Слава богу, английский я знала Переводила иностранные сайты И, в общем-то, всю информацию черпала оттуда Как собирать машинку, как что паять и так далее Повторюсь, любовь мужчин к технике Это данность, которую сейчас очень сильно оспаривают ученые Но так уж исторически сложилось Ну, типа, это прям дикий стереотип, что только мужчины любят технику А мужчины это сейчас оспаривают Вот потому что я вначале сказала Потому что женщин не подпускали раньше к науке и так далее Почему же сейчас стало так много женщин в этой самой тату-индустрии? Все просто Потому что она развивается семимильными шагами И сейчас даже самый маломальский тату-магазин Обладает очень знатными маркетологами и продавцами Которые вам в красках опишут, почему именно машинка эта лучше, чем эта Продадут уже готовый тату-набор и так далее И причем, хочу вам сказать, это, конечно, все легко купить Но это не значит, что это правильно Я все-таки верю в то, что тату-машинку надо подбирать под руку А не брать то, что вам советуют Плюс не забываем Иглы паять уже не надо Те бессонные ночи, когда я паяла иглы Забивая себе паяльную кислоту в глаз Они прошли Людям уже не надо подбирать носики к иглам Что все это подходило Для вас уже есть картриджи Вообще просто воткнул Примагнитил И вообще мозг себе не заваливаешь информацией Что, конечно, печально На самом деле все стало проще И для мужчин в том числе, если быть честным Но, тем не менее, у нас один-один Поехали дальше Эволюция Конечно, мужской и женский мозг устроены немного по-разному Или не немного, по-разному Это объясняется различием ролей, которые женщины и мужчины играли в процессе эволюции Так, мужчины склонны глубоко сосредотачиваться на одном деле Например, на поимке мамонта Им не до собирания грибов или убывания заката В этот момент Они вот Вижу мамонта, не вижу преград Мы за защиту животных Не забываем Поэтому многие мужчины-мастера во время тутирования Настолько глубоко погружаются в процесс Что не могут даже разговаривать Втыкают, например, наушники И больше ни о чем не хотят слышать, думать, знать Между прочим, многие мастера-мужчины говорили мне Что они не могут делать два дела одновременно Для того, чтобы поговорить с клиентом Им надо оторваться от этого человека Поговорить с ним и только потом приступить обратно к работе Что, соответственно, замедляет процесс татуирования Но! Вот эта сосредоточенность на одном деле Естественно, является огромным плюсом Вы можете быть уверены, что мастер полностью погружен в работу Ни на что не отвлекается Супер там вообще тюси-пуси там выводит Но! Если вы упали в обморок и мастер не заметил То это может быть минусом Женщины, напротив, склонны делать больше дел одновременно Полностью не погружаясь в процесс То есть сама техническая часть не страдает Но она может нянчить ребенка Не знаю, жарить блины И думать о том, что как прекрасно написал Гетте свое произведение Поэтому во время работы Тату-женщины-мастера могут беззаботно болтаться с вами о чем угодно Не в ущерб работе, так сказать А некоторым клиентам это очень важно Потому что разговоры облегчают боль И время проходит незаметно Человек что-то болтает, боль не замечает Ты вроде раз и потутировался, и поболтал, и классные впечатления, и куча историй в твоей копилке А в чем же минус этих разговоров, спросите вы меня Конечно, если вы не любите разговоры и по жизни вы молчу А жена дома разговаривает, теща дома разговаривает, все вокруг разговаривают И вы просто хотите помолчать, как я обычно на маникюре Это, конечно, может быть проблемой И некоторых мастеров не заткнуть Следующий раунд Мужчины в среднем более рациональны Потому что для охоты и войны нужны были стратегии Женщины в среднем более эмоциональны Потому что понять потребности в младенца можно только почувствовав его эмоции Говорить же он еще не умеет Даже Собчак стала какая няшка, обратите внимание Как это относится к нашей теме? Мужчина думает так Вижу цель, не вижу преград Хер ли ты приперся и не терпишь боль Это инициация Пришел, терпи Нефиг тебе, тут обезболивающий он просит Что-то там поговори с ним Охренел, что ли? Страдай! Простынку постелил и то спасибо Отказ в обезболивающем это, конечно, гигантский плюс Если у вас есть аллергия на лидокаин Или вещества, которые будут содержаться в препарате, которые будут обезболивать И вам не придется ехать на скорой Куда-то в больницу, вас будут откачивать и так далее Но если вы уверены, что никакой аллергии у вас нет То мастер-женщина, которая позволит вам обезболиться Будет для вас просто богиней Поэтому опять 1-1 2-2 или 3-3, сколько у нас там уже Продолжим борьбу рациональности против эмоциональности В наше время мужчины в беседе следят больше за смыслом слов А женщины за интонациями Почему? Смотрите минутой ранее Поэтому мастеру-мужчине будет абсолютно непонятно Когда вы придете к нему на консультацию и заказываете эскиз И будете объяснять Ой, а мне надо, чтобы я вот так вот зашел в спортзал А все вот эти вот девушки, которые качают Вот так вот они падали, падали штебелями И чтобы вот у меня вот здесь вот так вот шло Вот здесь вот чуть-чуть уходило И вот это вот все вот так вот было нагнеталось И так вот впечатление такое вау производило А женщина-тату-мастер сможет прочувствовать эту эмоцию И понять вас с полуслова Уточнив некоторые моменты Нарисует, что вам надо И вы такой вау И наоборот Если вы придете к девушке-тату-мастеру И скажете Хочу дракона Она будет вас допытывать Какая у него будет эмоция Открытый ротик или закрытый А как он будет Какая у него позиция по жизни Какие политические партии он поддерживает Чтобы правильно передать рисунок Кстати, очень часто Женский мозг связывают с творческим мышлением И так далее Но это все херня Скажите это Веласкесу Микеланджело Там, Дали Не знаю кому Мне кажется, творчество и пол Это вообще бред Пока я готовила выпуск Я наткнулась на статью 2017 года О том, что ученые выяснили Что женщины Больше и удачливее инвестируют На Уолл-стрит И все потому, что Мужчины склонны рисковать А женщины накапливают Они продумывают стратегию Там, как в пенсии жить Ребенка кормить В колледж отдать Такое вот А мужчины такие У-у-у Дискотека А на тату это можно переложить Таким образом Мужчина скорее согласится На вашу бешеную идею Как Микки Мауз запрыгивает в пасть льву, из него выходят, не знаю, 38 солдатов с копьями из бананов в закате. А женщина уточнит, готовы ли вы жить с этой татуировкой годами, а точно ли оно вам надо, а может быть это мимолетное желание. Но это все теория, потому что с покупками хз как это работает. У меня есть сумочка под названием смокинг-бокс, а я даже не курила никогда в жизни. Типа сумочка под сигареты. Я туда конфетки кладу. А вы слышали такую тему, что мужчины долго не живут? Ученые именно в этом нас уверяют. Тут стоит поговорить об отмене записей. Как мы все знаем, для мужчины температура 37,1 уже повод писать завещание, собирать всю семью и отменять вашу долгожданную запись на татуировку. И это может оказаться плюсом, потому что та же самая женщина, которая придет на работу с температурой 38,9, соплями, чихая, сморкаясь, может вас тупо заразить. И это точно не самое лучшее, что нужно делать во время того, как вы татуируетесь. Потому что иммунитет падает, зараза лучше липнет. Поэтому и вы приходите на сеанс чистенький, здоровенький. И мастера должны быть чистенькие и здоровенькие. Но они не должны притворяться, что они болеют. Вот это важный момент. Переходим непосредственно к контакту. Многие женщины очень сильно стесняются раздеваться перед незнакомым мужчиной. Некоторые по религиозным убеждениям, некоторые просто стесняются, ну потому что, ой, мужчина, там, не знаю, кокетство, там, я женщина, загадка. А кто-то стесняется своих, как им и кажется, дефектов. Где-то растяжечка, где-то что-то сложилось, где-то там трусики отличаются от лифчика. В этом плане женщина-мастер, конечно, большой плюс. Точно уж никто не будет осуждать. Мы уже этих женщин видели миллионы. Я столько грудей видела в жизни, что ни один мужчина, мне кажется, не видел. Не знаю, к чему я это сказала, просто похвасталась. Но если вы хотите, чтобы вас помасал татуированный бородач, то, конечно, тоже вариант, потому что мне отказывали. И по этой причине тоже, потому что борода не растет. И наоборот, некоторые клиенты не хотят, чтобы их трогал мастер того же пола. А еще многие тату-мастера обвиняют девушек в том, что им легче заманить клиентов в эпоху Инстаграма. Выложила одну маленькую татуировочку, потом 10 голых фоток, потом еще голую фотку с татуировочкой, и вроде как клиенты лучше идут. И идут они не на твое мастерство, а они идут на тебя, потому что ты хочешь, чтобы тебя этот мастер помасал. Но эти мастера забывают, что именно таким же приемом пользуются сами мужчины. А давайте уже переходить к наглядным примерам. Говорят, что у женщин более развита мелкая моторика. Вязание, бисероплетение, какие-то стразики наклеивать. Но скажите это мужчинам-резчикам по камню, дереву, по коже. Давайте поэтапно. Я часто слышу от клиентов, что вот такие вот тонкие линии только девушка может сделать. Так аккуратненько, прозрачненько, и что прям так изящненько. Давайте сравнивать работы мастеров. Угадаете ли вы, где сделала работу женщина, а где мужчина? Пишите свои варианты в комментариях, а правильные ответы вы сможете увидеть в описании к этому видео. Ну хорошо, Традик, такой очень мужской стиль. Говорят, только тру-чуваки с Ромом под мышкой могут делать его качественно. Но сможете ли вы угадать на этих двух фотографиях? Где мужская рука, где женская? Большие размеры, спросите вы у меня. Скажете, что женщины не смогут растянуть спину большого человека? Давайте сравнивать. Где мужская, где женская, опять угадываем. Или мальчики якобы не делают акварель, а только брутальные штучки. Ну-ка, где мальчик? Точно такой же стереотип, что девочки не делают блэкворк. Вот вам вариант графики. Тут же у нас есть неотрат. Говорят, что женщины намного лучше чувствуют анатомию тела. И поэтому расположение работ вроде как красивее. Но вот посмотрите на эти работы. И угадайте. Я таких примеров могу привести вам просто массу. И к чему я это все? Посчитав все плюсики и минусики, мы пришли к выводу, что перевеса нигде нет. И поэтому при выборе мастера пол это последнее, на что вы должны смотреть. Даже если вы хотите, чтобы вас помацали. Ну а с вами была Елена Баски. Не забывайте подписываться, ставить лайк. Обязательно проверьте, нажат ли у вас колокольчик, потому что говорят, что они слетели. Некоторые мне люди говорят. До новых встреч. Мне нужна твоя одежда и мотоцикл. Минуточку. Сейчас все будет. Вот. Это что? Как что? Это одежда, а это мотоцикл. Это мотоцикл? Да, по этому сертификату вы можете сделать любой мотоцикл в любом стиле, который вам нравится. Графика, неотрат, реализм, дотворк, все что угодно. Виздом тату на Бориса Галушкина 10.